Светлана Александровна Фёдорова Это решение не какого-то одного дня. Изначально, с раннего детства я точно знала, что я буду педагогом, неважно даже каким, но в моем доме всегда были соседские дети, с которыми мы писали сочинения и рисовали, поэтому выбор будущей профессии был предопределен. В 2004 году окончила Ульяновский государственный педагогический университет имени Ульянова по специальности биология-психология. После университета молодой специалист устроил 91-ю школу-интернат, где трудится и сегодня. Учреждения обеспечивают коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию и интеграцию в общество. Конечно, обучаясь уже в университете, точно знала, что свяжу свою жизнь с профессией педагога-психолога, потому что для меня это было очень приоритетное направление, то есть я всегда хотела максимально помочь тем детям, которые находятся в какой-то сложной ситуации, поэтому однозначно пришла сразу в эту профессию. Каждый день, собираясь на работу, Светлана Александровна мысленно планирует свой насыщенный день. Ей нужно позаниматься со старшеклассниками, провести открытый урок в пятом классе, проверить документы, пообщаться с родителями и не забыть дать ценные указания коллегам, поскольку она заместитель директора, а в конце дня провести совещание с коллегами по вновь прибывшим первоклашкам. В каждом ребенке видит личность, то есть и вокруг только этой личности будет строиться работа любого педагога, то есть исходя из потребностей и возможностей этого ребенка выстраивать весь свой образовательный процесс. Поэтому уважение к достоинствам и недостаткам должно быть. Во-вторых, какая-то терпимость, потому что все дети разные, особенно наша категория детей. Есть дети, у которых снижен темп работоспособности, иногда педагогу трудно несколько раз объяснить одно и то же, чтобы ребенок допонял, чего от него хотят. И, конечно же, умение коммуницировать. То есть коммуникация должна быть, чтобы настроить отношения с любыми детьми и разговорить с замкнутого ребенка. Кроме основной работы в школе у Светланы Александровны еще есть одно любимое дело – подшефный детский сад. Там преподаватель-психолог со стажем пробует новые формы работы с малышами, старается с самого раннего возраста развивать у них мелкую моторику, привить любовь к занятиям и научить общаться со сверстниками. Тут живет фея? Может быть. А на что похоже вот это вот? На макароны. На макароны похоже. А еще на что? Держи, Полин. На что еще похоже? На радугу. На радугу. Каждого ребенка, который выпустил со школы, она помнит. Знает, где он сейчас работает или учится. Есть примеры очень успешной адаптации и социализации в обществе особенных детей. Результаты наших детей действительно нас поражают. У нас очень много детей, которые поступают в высшие учебные заведения. Есть ребенок, у которого нет зрения, не зрячий ребенок. Он поступил в политехнический университет и успешно там обучается. Стараясь везде во всем успеть, Светлана Александровна просто не мыслит себя без научной работы. Участие в конференциях, семинарах и повышение квалификации стало обычным делом для этой женщины-профессионала. И так говорят не только родители, чьи дети учатся в 91-й школе-интернате, но и коллеги. Светлана Александровна – это наш лучший педагог, самый яркий, талантливый, творческий. И самое главное, она еще и энтузиаста. Обладает огромной зоркостью души, огромным потенциалом творчества и желанием исправить все дефекты, которые есть у детей, начиная с рождения. Обучая, раскрывая потенциал учеников, учителя формируют развитое, а самое главное, как в нашем примере, безбарьерное общество, где каждый, несмотря на свои особенности, может найти свое место. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова